Итак, всем привет, с вами Допгай. Вы уже почти накопили на кошка-жена. Продолжайте смотреть видео, чтобы не упустить финальный приз. А мы продолжаем играть за левый гаминьдань, и у нас ситуация интересная. В понтянь мы почти задушили, но японцы решили такие, блин, понтянь что-то заглох, а давайте-ка мы поможем. И, черт возьми, да, они могут помочь. У них нормальное количество движений, где-то 110, может быть. У них есть промышленность, в отличие от нас. И, как бы, тут еще и угроза монголов тоже, как бы, да, имеется. Сейчас они не воюют, но, как бы, вот эти дивизии намекают, намекают, что-то сейчас будет. Поэтому мы, я думаю, сделаем вот так. И начнем просить у всех линдлистов, у кого только можно. Будем улучшить сейчас со всеми отношения. Это одно, дальше другое. Нам нужно, фокусом, немножко пройтись. Нам бы, конечно, вот здесь вот это сделать. НП уже получить, в принципе, микро-польза этого будет, хоть и не сильно большая. И, конечно, хотелось бы вот сюда пройти, но чего нету, того нету. Так что, да, продолжаем линдлист запрашивать, продолжаем что-то получать, что-то, как обычно, не получать. У них нету, да, я так понимаю. Давайте еще подождем денек, и будем сейчас, даже месяц можно, и будем сейчас всех просить, потому что нам нужны винтовки, чтобы победить Японию. Сами мы, скорее всего, столько произвести не сможем. И вот еще один есть поставщик, новый наш покупатель наших китайских мультиков. 880, солидно. Здесь ребята тоже, я думаю, должны проделять подписки, поэтому сразу смотрим. Блин, ну что-то у них как-то грустно, грустно по снаряжению. Что-то да. Но, кстати, можно попробовать какую-нибудь всю Норвегию подбайтить на это. Еще в один момент, скорее всего, он, Норвегия согласится, давайте, поэтому отношения с ним получаем. Так, звук имейла, это у меня, сори, заглушил. Дальше. Германия будет, скорее всего, воевать с Японией, поэтому в один момент некоторые страны Респакта могут нам тоже донатить оружие. Это, скорее всего, будет, как раз Германия, Бельгия. Включайся, Бельгия, отлично. Скорее всего, Украинам, что у них тоже еще промки много. Может, вот эти страны, но вряд ли тут промышленности не хватает. Швеция, кстати говоря, тоже еще имеет кое-какую промышленность. Ну, посмотрим. А там-то вроде Сейпони не будет воевать, но вот эти ребята тоже, может быть, нам когда-нибудь сдадут что-то, потому что у них есть промка, а вот девяти не так много. Соответственно, у них должны быть большие запасы. Но пока я вижу, что их просто нету, видите? А нет, слушайте. Тоже, минус 20, значит, что можно наимпровать отношения и получить. Отлично. Сейчас нашу революцию еще просфорсируют. Поехали. А мы, тем временем, душим Фэнтянь. И вот здесь вот добили их войска. У нас теперь освободятся здесь дивизии. Давайте-ка их вот сюда куда-нибудь, чтобы пробиваться здесь вот в эти точки. На севере будем тоже потихоньку пытаться пробиться куда-нибудь. А конкретно, я думаю, вот как раз таки вот в эти две тоже пробки. Если мы их затушим, то, скорее всего, сможем уже капнуть их. Нам точно нельзя воевать одновременно и с теми степенами, потому что, ну, здесь 19 дивизий. А здесь дофига. Если эти дофига на весь этот фронт распорастаются, то будет очень тяжко дефаться. Ну и потихонечку-потихонечку мы пушим фронт. Могли даже какие-то микроорганизмы сделать. Главное, чтобы японцы не успели перебросить сюда слишком много войск достаточно быстро. Если хватить капни, тогда уже можно будет выставить какую-то линию обороны. Желательно по пунктам снабжения. То есть, походу, где-то вот больше в западе здесь. Видите, вообще пусто просто. Просто пустырь огромный. Снабжение. Так что где-то здесь. При этом пробить в идеале порт-артур, конечно. Ну и как-то вот так вот удерживать оборону потом после них. И при этом понимать, что монголы сейчас вот... А! Ну, вы поняли. В общем-то, сейчас произойдет некоторые троллинги, так как понимаю, от монголов. Мне приятно. И, наконец-таки, нам дают еще побольше ленд-лиза. Прям солидно. 4000 винтовок. Хорошо. Нам сейчас заливают все, кто только можно снаряжение. И меня это, несомненно, радует. Собновить вот эти, казалось бы, маленькие страны, которые не имеют такой большой промышленности, заливают больше, потому что у них действующей армии меньше. Из-за этого то, что они производят, у них просто в запас откладывается. И это, конечно, приятно. Потому что они всегда готовы потом дать нам снаряжение это. И мы берем первый важный город. Сейчас возьмем здесь. Здесь. Блин, в Хабрин, конечно, прямо сейчас в Харбин, точнее, не получилось пробиться. Но я думаю, сможем. И да, мы смогли просочиться сквозь их ряды. Конечно, не без проблем. В принципе, сейчас займем этот город. Может, и не займемся, а он этот займем. И, в теории, после него должен быть кап. Да, мы его займем. И да, это кап. Ух, это было тяжко. Это было, я бы сказал, очень тяжко. Но зато мы теперь смогли... Сможем вот это все присоединить к себе. И даже микрофлот какой-то тоже получить. Японские войска здесь теперь так. Отцесская клика подтверждена отлично. Пантьянская что-то эвакуируется, удача им с этим. Митерс может взять этот фокус и потом, возможно, выйти на съезд. И да, японцев здесь мы каких-то заодно поокружали. Это, конечно, несомненно приятно. Другой вопрос в том, что... Черт, нам теперь надо как-то... Не знаю, насколько нам нужно отступать. Вот в чем вопрос. Отступать вот сюда. И от Монгола сейчас защищаться. Потому что, ну, он же вступит. А Могус он же такой, вы же знаете. Вот-вот, и как бы нож в спину. Тут надо следить за ним. Да, так что надо аккуратно. Надо, кроме того, нажимать кнопочки на интеграцию. Вот здесь вот, допустим, три военных завода. Надо их интегрировать обязательно. Но спромочка поднялась. Очень солидно поднялась причем. Так что даже не знаю на самом деле. Насколько нам нужно сейчас с японцем здесь воевать. Опять-таки, видите, здесь проблема какая. Стабжения здесь нет. Вот здесь надо строить сюда что-то. Какой-то пункт стабжения. И сюда. То есть два пункта снабжения. У нас такой экономики сейчас, в принципе, нету. Поэтому, я думаю, было бы отличной очень идеей укрепиться на пунктах снабжения. И пускай японцы там думают, что хотят. Потому что сюда они снабжение никак не проведут. Здесь нет никакого ожидания сюда. Потому что здесь они могут захватывать что угодно. Пока вот эта вот железная дорога западная именно наша. Они ничего там сделать не могут. Так что, я думаю, было бы хорошо эти вообще выбить вот отсюда их. Да. Давайте попробуем это сделать. Больше выделим им ресурсов, этим ребятам. Вот этим вот. Так. Все-таки, чтобы они выбили. А эти пускай уже отступают к этой вот линии снабжения. Блин. Конечно, да. Я в идеале бы отошел за речку. Но, как вы можете видеть, пункты снабжения это не за речкой. К сожалению. Они как бы дефуются наоборот от запада. В этом плане. Но мы, к сожалению, сами на западе. Так что, да. Так что, надо растягивать будет, наверное, куда-то вот сюда. Я думаю, короче, вот так вот мы сделаем. То есть, здесь вот что надо. Опять-таки, если я заберу вот эти пункты снабжения. Плевать. Абсолютно. От Монголии, может быть, какое-то будет снабжение. Да. Но факт в том, что японцы сюда привозить на кораблях ничего не смогут. 100%. Им нужны вот эти вот пункты. Без них они бессильны. Следовательно, мы можем просто отступить вот сюда. И пускай это японцы стоят вот здесь вот без снабжения. И думают, что им делать. И здесь 4 дивизии. Если сейчас сюда все успеют прибыть. По-быстрому сейчас наберем здесь планирование. Я думаю, мы успеем выбить. Эти все ребята на позициях. Вторая японская китайская война. А, ну. Они там еще кому-то объявили войну, видимо. Эти пускайды отступают. Ленд-лиз нам заливают. Мы, в принципе, в нормальной ситуации. Главное сейчас от Амогуса как-то защититься. Там антигеринский пак какой-то. Но нам это действительно интересно. Сейчас еще парни буквально, я думаю, планирование поднаберут. Хоргу поднаберут. И так тут дивизия, все говорят, забагались. Верно? Да, так и есть. Здесь у них органе останавливаются. Потому что считалось, что они все еще передислоцируются. Хотя они уже доехали до места. Это супер старый баг. И мы, плен, имеем шансы выбить. Опять-таки мы рискуем, потому что на сзади сейчас могут прижать. Но если мы выберу, это будет очень хорошо. Поэтому давайте даже форсированную атаку попробуем нажать. Нам очень важно выбить этот порт. И да, мы выбиваем его. Планирование нам, конечно, помогает в этом. Несомненно. Отлично. Теперь мы что можем сделать? Мы можем более безопасную линию. Сделать какую-нибудь вот такую, наверное. Давайте-ка десяточку сюда, как и планировалось. Вот так всем вам. А эти четыре пускай стоят здесь в порту. Четыре, наверное, многовато. Вот если вот так, то может быть. Типа две в порту, две около. Ну да. И сейчас по-быстрому успеть, пока они там на востоке все оккупируют, занять здесь позицию, крепиться. Звучит, кстати говоря, нормально. Есть вот здесь дивизия, которая плохая. Давайте ее все-таки вот сюда перебросим. А, наверное, вот сюда. Сюда. Отлично. Это готово. Но нам теперь нужно обучить этих ребят побыстрее против Аммогуса. Начинают с бои, но видите, в чем мем. У этих ребят-то припасов не хватает, да? Внезапно. Конечно, еще атакуют нас не сильно страшные войска. Но ничего. Это мы еще не укрепились, аргунь восстановили. Я думаю, дальше будет получше. И даже у кубы попросим снаряжение. 5000 ментовок, как я и думал. Не зря, не зря мы попросили. На самом деле у них реально, как я и говорил, у миноров, можно найти прям нереальные запасы, потому что они обычно сидят и делают что-то одно. И это потом не используют. Так что да, обновляем снова заказы. Нам нужно снаряжать наших ребят. Ну да, теперь у нас есть ленд-лист от очень многих стран. Отлично. Есть шанс, что мы, в принципе, несколько дивизий успеем на запад подготовить. Но здесь вроде как мы защитные позиции какие-то уверенные сделали. И даже я начал, видите, строить военные заводы, потому что да, фабрики, конечно, нам нужны. Но 13 фабриков уже ладно, хватит. А вот военных заводов нам, наверное, никогда нельзя будет сказать, хватит. Очередные атаки здесь, высадка в Дангане. Неприятная, стоит признать. У нас можно попробовать вот так сделать, кстати говоря. Может быть, они их найдут. Давайте, кстати, выдадим командующего этому флоту. Есть шанс, что они смогут их зарейдить. Вот примерно вот такой вот шанс. Ну... Не очень получилось, стоит признать. Немецко-японская война началась. А это значит, что мы можем перепросить еще и Линд Лиз и Уй, Германии? Верно, давайте откроем. Да, так и есть. Нужно только на улучшать, конечно, с ними отношения. Давайте Германия, Украина и Бельгия. А сами мы давайте сделаем что? Вот этот фокус, он даст нам инфраструктуру, фабрику, 50 политики и ЖД. 28 дней звучит отлично. Так, по-моему... Да, Амогус... Амогус вступает в войну. Черт, это не совсем хороший новостей. Точнее, это отвратительные новости, честно говоря. Значит, что нам уже нужно сейчас что-то планировать. Давайте тогда вот этот дивизий все-таки уберем отсюда. Две дивизий там хватит. На деф-порта. Сюда надо бы дивизии какие-то забрать. Но опять-таки, какие здесь выставки возможны? Ну, вот так. Как будто бы... Надо же какую-то оборону сделать. И самое важное, дефать вот эту ЖД. Эта ЖД супер критическая. Потому что именно по ней идет снабжение, все. Здесь надо, кстати говоря, запретить плавать, чтобы нас случайно что-то не топили. И да, вот так, наверное, мы хотим... Прямо сейчас хотя бы вот так укрепить. У нас здесь куча просто генералов, конечно. Ну, кстати, вот этот парень, я думаю, нам и подойдет. Или вот этого мы хотим. Блин, ну, честно... Блин, как у нас много классных стратегов. Конечно, наркоманов тоже хватает. Ну, слушайте. Что уже поделать? Ну, мы их слечим, мы их слечим. Мы скоро опиум запретим. Там излечим. Вот этого, наверное, лучше, потому что он... Зерк прокачан у этого... Допустим, два. Не, давайте все-таки вот этого парня. Конечно, мастер засад, а не атака плюс этот. Но мы им только и дефт собираемся, так что нормально. Хотя я, возможно, поменял бы его, наверное, с этим. Потому что вот как раз-таки на... Вот этих на портах можно было бы и... Поставить плюс укрепленность. Надо пойти побольше, где здесь это завести. Давайте-ка вот так их. От приказа отделяем. И идем спасать наш порт. Пожалуй, еще порт защиту атаку. Кстати говоря, это неплохая идея. В том смысле, что... Мы таким образом сможем эти дивизии наконец-таки удалить. Хоть и не совсем приятным способом. Тем не менее. Тем не менее, пойдет. О, вот нам, видите, тут какие-то ребята уже начинают тоже линли задавать. Отлично. И мы задефались от выставки. Осталось лишь с этими ребятами разобраться. Это будет не так просто, но все еще возможно. Кстати говоря, наш фрон держится прям хорошо. Как я и говорил, припасам у японцев проблема. Из-за этого они сами теряют кучу снаряжения. И самое главное, они имеют дебафы к атаке. Причем солидные. Так что дивизии у них отлетают. И у меня вот эти шесть дивизий готовы, обучены. Они, конечно, представляют из себя такое себе, но... Но они могут нас сейчас здесь задефать. Потом разбить вот этих, скорее всего, ребят. Так что нормально. О, а вот и пошел линлис от... Мужчин, так сказать. Вечно, там же одна женщина была тоже. Спасибо ей. Линлис это нам надо. Ну и наимпробуем отношения с Германией. А, уже можем. Супер. Уже можем. А, сюда можем. Ну, типа... Ладно, хватит они нам так, что начали давать. Давайте, да, Германия. Давайте нам линлиза. Как вы нам дадите? О, ну, 4000 от солидно. Так, Украина нам конвой один дает. Это, конечно, интересно, но нам бы что-то это поинтереснее. Давайте-ка. Сейчас она попросим. Надо ищить чуть-чуть. Наиброте сейчас. Сейчас получим от них тоже винтовки. И да, мы выдержали это наступление. Отлично. Нам еще там закидывают винтовки. Все. Снова обновляют что-то. И... Блин, мы смогли, да, выдержать здесь. Мы, конечно, потеряли очень неплохо так снаряжение людей. Но самое главное, вот этот путь пока держится. Но единственный момент, то, скорее всего, он скоро вот здесь вот будет прерваться в других местах. Так что надо, конечно, думать про это. Тибет там воюет. И тибет, на самом деле, я думаю, не слабый. Да, у тибет и есть дивизия. Так что у него есть шансы там победить как-то что-то. Сейчас мы здесь разберемся с японцами. Японцы-то ресурсы, ну, не такие большие. 35 всего военных заводов. Дивизии-то уменьшаются потихоньку. И самое главное снаряжение вот здесь вот сгорает. Так что Япония не такая большая угроза. Надо именно с Амогусом разобраться. И вот их наступления, в принципе, закончились. И вот мы переходим именно в атаку здесь уже. И стадо, конечно, прекрасное. Им не хватает припасов. Они аргу не восстанавливают нормально. Способность у них тоже не восстанавливается. Отлично все. И я пришел к выводу, что нам нужно отсюда немножко дивизии вот сюда поперебрасывать, я думаю. Давайте еще три дивизии. И еще вот так вот растянем немножко фронт по возможности. Думаю, идея нормальная, здравая. И смотрите, как нам уже надавали снаряжение. Прекрасно. У нас дивизии прям целая армия скоро будет готова. И я думаю, армия либо пойдет вот это дефать, либо есть мысль о том, что вот это будет добить, да? Тут есть какая-то промка, тут есть снаряжение. Тут нету большой армии причем. И если мы просто все это дипломим и пробьемся сюда, то мы захватим все эти территории. А самое главное, у нас будет резервное ЖД. Вот здесь вот. Да, вот здесь вот дальше потом идет снабжение. От этого пункта к этому по морю, то есть по речке вот этой вот. Так что если мы захватим вот это все, то мы снова все еще мы можем снабжать вот здесь вот войска. И я думаю, это очень здравая идея на самом деле. А, и помните, вот эти кнопочки? Мы тоже их продолжаем нажимать. Хотя я иногда про них забываю. И в теорию мы сейчас уберем проблему уже с армией. И докторину тоже почти докачали. И сжимаем, сжимаем потихоньку колечко вокруг наших японцев. Главное добить побыстрее. Ну, монголы какие-то территории забрали, но в целом примерно мы как-то линию обороны сделали. Ну, конечно, надо еще получше поукрепить. И, наверное, стоит уже деплоить кого-то, возможно, вот здесь. Это немного, это очень мало получилось. Ну, а что делать? Что делать? Ничего не поделать по факту. Делать линию тебе получится. Более того, мы, кстати говоря, можем попробовать вполне себя окружить эти дивизии, потому что они очень возразненно наступают. Их, на самом деле, очень мало, фронта здесь нет. Так что можно вполне себе поокружать, а потом поразбивать. Но мы же здесь просто душим. Просто душим, как можем. Типа, вот, откружили еще одну дивизию. Ну, да, у них их маловато, поэтому есть проблемы. Хотя у нас тут тоже есть некоторые неприятные вещи. Надо вот так вот отойти, наверное. Главное, понимать, когда мы можем, что-то защитить, а когда не можем. Защитить всю эту границу мы сейчас не можем, поэтому надо как-то вот так вот стараться работать по их дивизиям, по возможности. Опять-таки. Пока что так, потом по-другому. Кстати, ребята еще обучатся, еще пойдут. Мы здесь самое главное заняли провинцию с тремя фортами, которые мы пытались выбить. Я вот сейчас обратил внимание. Конечно, три форта, три левела форта сложно выбить. Самое главное, нам сейчас закидывают просто все, кто угодно, Линдлис. Мы этим очень активно пользуемся. Выберем здесь японцев, эти дивизии смогут пойти на север. Да, либо, скорее всего, скорее всего, Цинтань попробуем добить, либо Монголию сижать, посмотрим. Исторожно стать тоже чуть-чуть попроще. Кроме того, Тибет вроде что-то делает, даже как будто немножко успешно, но на него, конечно, рассчитывать мы не можем. Вот одна дивизия уже разбита. Давайте вот так будем делать-то. И здесь тоже ребята потихонечку добиваются. О, фокус на 500 винтовок, 5 поддержки войны и 50 политики. Это нам надо. Еще я вижу возможность здесь вот провинции взять. Возьмем. Можно чуть-чуть по-другому сделать здесь нашу оборону. Я был бы не против, на самом деле, как-то вот так, наверное, сделать. Здесь меньше провинции, ну и как-то чуть-чуть-чуть у нас было больше пространства потом для маневров. Ну и здесь мы, ребята, добиваем все-таки. Да, очень так себе, да, с потерями, ну а как иначе? В любом случае, по потерям, конечно, мы наносим больше, да, и снаряжения мы теряем меньше. Так что нормально, но тяжко-тяжко. Воевать, конечно, с таким преимуществом, ну, против врага такого, в как бы в два раза... Ну ладно, по промке их больше, типа в 10 раз буквально. По людским ресурсам, ну, тоже я бы сказал, в принципе, все очевидно. Кстати говоря, ну респакт сюда записан, не честно. Давайте вот так скажем, по справедливее. Ну, у нас 400 тысяч 500, ладно, у них миллион. Как бы да, их в два раза больше, так что тяжковато. Еще и авиация нас постоянно долбит, тоже очень-очень мерзко. А там начинается лизацкий ультимат, ну, сейчас пойдет, видимо, война в Европе начнется. Да, так и есть. Ну, вот уже они остались в двух провинциях буквально, так что можем вот сюда атаковать. И они уже не будут восстановить полностью организацию. Все. На этом их судьба будет окончена, японцев там. Здесь у нас круговая оборона есть. Здесь мы какую оборону организовали. В принципе, ситуация, я бы сказал, стабилизировалась. Плюс-минус, конечно же. Больше всего меня радует то, что японцы здесь держат постоянную армию. Да, постоянно дивизии здесь какие-то есть, и постоянно они здесь сгорают. Это прекрасно. И вот уже осталась одна провинция. На севере тут вроде без изменений особо. Так что да, все отлично. Этих и этих ребят мы обучаем. Мы даем им время получить опыт. И этой армии я, скорее всего, пойду реально на Шендунь. И уже отсюда будем пушить потом на запад. И вот они, четыре дивизии остаются. Находят еще две. Пять дивизий. Судьба их уже решена. Здесь, кстати говоря, полностью свалили отсюда и японцы, и амогусы. Окей, ладно. Whatever. Я просто вернусь из-за здесь территории. Как бы, а что нет? А вот и нашел их. Они просто как-то перегруппировались, значит, странно. Мы, кстати говоря, начинаем уже исследовать самолет. Я думаю, средний давайте будем делать, дорогий. Потому что к моменту, когда мы все исследуем, мы, скорее всего, уже и будем иметь какие-то военные заводы. И будем иметь кучу снаряжения. И украденного, и отвоеванного, и след Лиза. Тем не менее, оно будет. И поэтому, ну, нам нужна будет авиация именно. И вот, последние дивизии, последние самураи падают перед нашими китайскими бравыми рабочими. Есть. Ух, это было тяжко. Теперь эти ребята могут сюда отправиться. И здесь уже все будет повеселее сейчас. Хотя они сами себя загнали, по-моему, в окружение только что. Ладно, не прям окружение, но почти окружение. Здесь мы, несомненно, будем возвращать провинции. Да, мы сейчас просто на запад пойдем. Здесь куча дивизий у них. Так что говоря, их ошибка. Мы сейчас им просто все снабжение вот здесь вот перережем. Здесь буквально вот через вот это ЖД все и идет туда. Так что они там еще на Горете. Мы, в принципе, будем сейчас стараться их вот так вот разбить на два фронта. И на Юг ударить, разбить их здесь. Ну и да, мы здесь, можно сказать, все две дивизии окружили, японские. Одна японская, одна амогусская. Идет очередная высадка. В этот раз на неприкрытый порт. Неудачно получилось. Давайте вот эти дивизии попробуем вот сюда перебросить. И вот отсюда, не знаю, тоже четыре дивизии где-то. Попробовать перебросить сюда. Ну, по крайней мере, потом они будут выбивать обратно этот порт. Давайте на этом уже и подзавершим эту серию. В принципе, у нас все на самом деле неплохо. Надо понимать, что, да, несмотря на то, что, казалось бы, у нас ситуация такая, что мы стоим в обороне и нас высадились, у нас просто здесь двадцатка дивизий готовы к бою. Понятно, что они еще обучаются. Но если у нас внезапно станет что-то плохо, я просто эту армию задеплою. Если нет, то мы будем продолжать их обучать. Потому что мы их обучаем без потери снаряжения. А здесь же мы теряем людей, и снаряжение лишнее вообще-то не очень выгодно. Здесь сейчас мы объединим обратно фронт, да, и выставим уже хороший фронт против амогуса. Амогу, кстати говоря, начинает как будто сыпаться. Они куда-то не туда армию повели. Сейчас на западе, конечно, они что-то опять будут перебрасывать, но тем не менее. Здесь японцы тоже очень много теряют. В общем-то, наше дело начинает налаживаться. Скоро-скоро мы сможем полностью освободить Китай. И надо помнить, эту армию я хочу отправить вот сюда. Захватим Шэндунь. В принципе, будет очень даже неплохо. Мы сразу сможем начать все нормальные фокусы вот эти делать. Тут фокусов, ну, много хороших. Я, по крайней мере, подозреваю. Особенно ячейка, там всякие промка, вот это все. Ладно, хватит слов. С вами Редак был Лупгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарии. Дискорд. Все, ребята, как обычно. И до скорых встреч. Пока.